Благоустроить вольеры для собак и сделать ремонт в помещение для юноармейцев. С такими просьбами и предложениями пришли сегодня кировчане на личный прием к депутату Госдумы Рахиму Азимову. Чем закончилась встреча, знает Евгения Бакина. Это весь наш микрорайон, который именно будет сюда ходить. Появится освещение и баскетбольная площадка. В микрорайоне Первомайске, речь о городе Слободской, благоустроят спортивную базу, чтобы туда могли из подвала переехать воспитанники военно-патриотического клуба «Этап». С такой инициативой к Азимову обратились глава города Слободского и руководство клуба. Привести в порядок стадион лишь малая часть всех планов. Нужны средства и на ремонт одноэтажного помещения для занятий спортом. Душевые готовы, туалеты есть, их только подремонтируйте. Нужен быть пристроить для того, чтобы мы могли разместить именно все, что связано с тяжелой атлетикой. Депутату Госдумы Рахиму Азимову проект понравился. Он согласился оказать помощь. Но сейчас важно, по мнению народного избранника, найти строителей и грамотно составить смету. И поэтапность, и с чего начнем. То есть ты говоришь, что надо пристройку, значит начнем с пристройки. На приеме директор МОП «Теплосервис» Ольга Градун. Она надеется, что депутат решит проблемный вопрос. А именно добьется выделения из областного бюджета компенсации расходов в виде разницы в цене на закупку топлива. Дело в том, что организация из-за утвержденного тарифа на производство закупает дорогой мазут. А значит, работает себе в убыток. Деятельность «Теплосервис» важна. Ведь компания снабжает теплом 70% населения города Слободской. Давайте пишите бумагу на меня. Я, соответственно, ее напишу на губернатора, на Быкова, на кого нужно. Просили помощи и для четвероногих. Организация «Дари добро» нужны деньги на профнастил. Сейчас в Лопотском районе идет строительство 20 вольеров для собак. Здесь будут находиться питомцы после отлова. На днях данная организация выиграла тендер на отлов и содержание бездомных животных. Поэтому нужны деньги, а именно на крыше для новых вольеров. Рахим Азимов пообещал помочь.